всем большой привет я рада вас видеть у себя на канале и я продолжаю трудиться работать над моим основным процессом это наборчик панна эта подушка это ветер до стихия ветер и с момента последнего отчета это был отчет за месяц у меня здесь не прибавилось особо крестиков но я доделала пропущены крестики которые у меня были и выполнила также бэкстич с правой стороны теперь вот этот участок который у меня отшит он полностью готов здесь есть бэкстич здесь все выполнено мне очень очень нравится результат посмотрите как ярко и красиво смотрится итог да вот будущая подушка уже видно что это будет очень очень красивая яркая подушка мне нравится все все в этом процессе и я надеюсь что у меня получится довести это видео до конца то есть я хочу снимать опять же такие фрагменты свои продвижения делиться своими эмоциями впечатлениями по процессу и довести этот процесс до конца и выложить уже видео полностью как у меня шел процесс и показать в итоге готовый результат ну мне очень бы конечно хотелось конечно загадывать я не буду потому что у нас очень часто может просто поменяться настроение и ее я могу переключиться на другой процесс это не исключено но вот хотелось бы на сегодня как бы сделать и выполнить вот такой такую работу и снимать и вышивать и показать вам уже потом и готова работу и все видео выложить вот поэтому я сейчас буду перекручивать силу основу потому что я дошла практически до половины ну с левого края у меня половина вот справа вот чуть-чуть не хватает до половины половина работает как раз вот здесь вот в этой точке но в любом случае мне уже нужно перекрутить канву чтобы было удобней я вам все это показала запечатлела так сказать результат и буду сейчас двигаться уже вверх буду вышивать главного персонажа это такой греческий ну может быть не бог но скажем греческий персонаж который изображает вот стихи ветер и сейчас я как раз и приступаю к отшиву его юбки одна нога появилась здесь вот его рука и буду дальше двигаться ну в общем покажу вам уже в следующем отчете что у меня получилось не прощаюсь увидимся в следующем фрагменте ну вот прошло буквально несколько дней а на моей канве появились заметные результаты я хорошо повышевала на выходных и вчера также у меня немножечко продвинулась вышивка вот с правой стороны весь этот участок был вышит за эти дни и даже был выполнен на некоторых элементах бэкстич вот на этих завитушках которые изображают как бы ветер там выполнен уже бэкстич ну и в принципе внизу на все работе я тоже сразу бэкстич выполнила сейчас эта работа полностью соответствует этот дизайн соответствует моему настроению мне нравится здесь 14 каунт что-то крупные каунт мне нравятся яркие нитки и вышивается на самом деле очень легко и это окрыляет и это приободряет потому что виден результат и хочется продолжать хочется каждую минутку уделять этому сюжету вышивать еще и еще чтобы уже поскорее продвигаться ну в общем то это меня и подстегивает постоянно и есть результат уже половина работы тогда на моей канве здесь можно сказать уже ровно-ровно половина работы но конечно есть приятный момент что хорошо продвигается работа но есть и один такой очень неприятный момент который я заметила сегодня утром представляете шила шила и только вот сегодня утром это заметила покажу вам сейчас обложку обратите внимание на центральную центральный элемент и вот сюда вы видите тут даже не нужно ничего рассказывать видно что очень идет большой контраст в оттенках здесь белый с оттенком голубого а здесь чисто голубой с некоторым присутствием белого мне честно вам сказать нравится то что я вижу на картинке я хотела вот такое сочетание цветов больше белого больше светлого но конечно же одежды классически должны быть белого цвета у меня здесь получаются совсем другие оттенки я испугалась и подумала что я что-то перепутала что у меня здесь другие какие-то нитки я не знаю я все перепроверяла ключ перепроверила нитки перепроверила все я правильно вышиваю но как видите факт есть факт есть очень большая разница в цветах было бы очень интересно если бы девочки если кто-то вышивал или у кого-то есть наборы могли бы посмотреть у себя и сравнить какая у вас комплектация и какие у вас идут здесь ниточки на вот эти центральные участки может быть у меня неправильно положили оттенки на самой планшетки сейчас покажу кстати планшетки понесла планшетки и так вот этот центральный элемент и одежда они вышиваются в основном блендом вот из номера 20 и 21 но вы видите что это вот такие голубые оттенки они не ну не светло голубые они голубые да поэтому получается темный элемент вот в основном идет там сочетание 19 20 21 то ли в блендах то ли в чистом их цвете и совсем немножко есть бленд 20 и 13 белого цвета вот мне интересно может быть мне здесь неправильно положили какой-то оттенок там 20 может быть 21 может быть здесь причина здесь ошибка ну в общем такой у меня стоит вопрос конечно немножко я под расстроилась теперь я не знаю то ли мне самостоятельно нужно будет как-то подбирать цвета оттенки чтобы сделать все-таки одежды парня белыми распускать я вообще не люблю для меня это такой знаете большой шаг назад и к которому после которого очень тяжело отходишь и портится настроение вот этот вот запал вышивальный но и в то же время продолжать вышивать синим одежды тоже не хочется вот такая у меня сейчас дилемма не знаю что буду делать буду думать и об этом я с вами поделюсь в следующем включении всем привет я к вам с новостями прошло несколько дней и на моей канве произошли изменения поэтому я хочу вам показать и рассказать какие новости у меня по данному процессу ну как вы видите с правой стороны у меня вышелся очень такой приличный кусочек выполнила я здесь также пэк стич на данном элементе видна юбка парня и практически две ноги ну вот чуть-чуть вторую ногу я здесь не дошила мне было неудобно уже и я решила приостановить работу на данном участке и перейти уже на левую сторону кстати вот по правой стороне я уже перешагнула за половину то есть центр у меня был вот примерно в этой точке и я поднялась где-то на 2 с половиной на 2 с половиной квадратика вверх то есть это уже такое такое хорошее начало второй половины работы ну мне еще нужно дошить с левой стороны тоже приличный участок хочу подвести работу по вот этой линии здесь будет у меня примерно 1500 крестиков но они вышиваются очень-очень легко и в общем-то само впечатление от процесса у меня не изменилось мне все нравится и нитки и белая 14 канва и схема все очень нравится единственное что меня подкосило и мне как бы меня расстроило это вот этот факт отличие оттенков готового результата и обложки также хочу сказать что я вступила в совместный проект подушка мания теперь я общаюсь с девочками в группе вконтакте в чате вконтакте и я также делала фотографии выкладывала показать девочкам что у меня получается какая у меня проблема вот по цветовому решению кстати вот оля челябичаби она сейчас тоже вышивает ветер так сказать я немножко ее подбила на это занятие и так как у нее полная сборка тоже всех этих подушек она решила взять и вышить подушку тоже ветер у нее уже есть отшив подушки земля и пользуясь этим моментом я спросила олечке может быть у меня неправильные ниточки что-то какая-то ошибка в схеме я сфотографировала и выложила фотографии оля также сфотографировала свои ниточки на планшетке схему данную данного участка я все сравнила все идентично то здесь все все абсолютно вот так как так задумано по схеме и загвоздка оказалась непосредственно уже в полиграфии то есть картинку обложку уже немножко подработали в типографии где-то все изготавливалась ну что делать обильно конечно да я ожидала другого результата если бы я вот раньше как бы знала что есть такая проблема я могла бы найти схему в программе петермейкер самостоятельно заменить несколько оттенков и сделать результат тот который не был больше понравился но увы я об этом узнала уже ну вот отшив пол работы и на данном этапе я ничего менять не хочу уже как бы не нет смысла не распарывать не что-то переделывать я также нашла в интернете несколько отшивов и там вот такая цветовая гамма более темная мне не понравилось да конечно вот светленьком для меня нет мне нравится больше ну что делать раз так получилось не будем же мы прям сильно расстраиваться видно что сама работа получается ярче все 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 оттенки они ярче поэтому работа в целом будет смотреться тоже хорошо красиво насыщенно ярко но вот для меня вот лично для меня все таки вот это платье нужно было бы сделать беленьким ну как же оно голубое когда вот да классическая греческая одежда она же белая ну ладно это уже такие задумки дизайнеров или может быть что-то у них там поменялось в процессе комплектации этих наборов не столь важно факт в том что все таки настроение у меня положительное и мне хочется продолжать работать над этой красотой тем более что ну пол работы уже даже так хорошо за пол работы пусть процентов 55 может быть 60 у меня есть и это придает еще больших сил поскорее поскорее завершить ее и уже показать с вам ну и собой любоваться готовой работой такие у меня новости на сейчас такие у меня сейчас мои настроения буду продолжать я трудиться над вот этим участком видите здесь мне уже есть немножко хвостики чуть-чуть я вот приступила и пару ниточек вышила как только у меня будет готов полностью весь этот элемент я конечно же вам все все покажу ну и расскажу что да как мне продвигается также хотела немножко вам показать вот так вот кадр включить мои цветочки у меня зацвела орхидейка она очень долго не цвела а вот в этом году выпустила такую красивую веточку очень красивая орхидейка кстати у меня еще мои орхидеи скоро будут свести я вам потом покажу какое у них цветение очень рада я цветочкам ну все такие мои новости увидимся в следующем включении и снова всем привет спустя несколько дней я к вам снова возвращаюсь и у меня очень хорошее продвижение знаете у меня эта работа вышивается вот с каким-то таким маниакально просто запалом я когда сажусь за нее просто не могу оторваться вот думаю ну еще ниточку но вот еще вот тут ниточку одну ниточку и и все и потихонечку вот так вот работа не просто продвигается она летит на вскидку можно так сказать что у меня уже отшита ну где-то процентов семьдесят так возьму ложку то есть как вы видите где-то вот здесь я нахожусь и остается мне вышить вот верхнюю часть причем она здесь очень легкая здесь идут большими участками зашивка одним цветом ну конечно есть и бленды но очень много есть участков где вышиваются только одним цветом скоро буду перекручивать канву поэтому решила вам быстренько все это сейчас заснять показать что у меня получается и наверное я выложу это видео чтобы вам было интересно вы посмотрите ну а следующий фрагмент и завершение это уже пойдет в другом видео не буду собирать много много материала буду уже с вами делиться работа получается очень яркая да я говорила что здесь вот цвета мне не нравится то что здесь есть отличие от представлены нам обложки на обложке больше белого а здесь больше синего я уже к этому привыкла меня это не смущает до хотелось бы вот все таки одежды сделать хотя бы белыми вот одежды но как я говорила переделывать я уже ничего не стала ну и парень у меня получился тоже более загорелый но все правильно солнце здесь то у нас активное поэтому ему нужно быть и больше загорелым очень интересный такой получился золотой прям смотрится золотым рог из которого выдувает он ветер надувает здесь цветушки все такое яркое красиво получается мне очень нравится и везде я уже выполнила бэкстич на всех на всех элементах бэкстича здесь очень много но он очень очень простой он ступенчатый обшиваются элементы поэтому знаете он вышивается так просто что даже о нем не задумывается что вот сейчас нужно вышивать бэкстич вот есть такие работы где идет бэкстич очень сложный и ну там просто с медитацией нужно подходить чтобы сесть и вышить какие-то элементы общей бэкстичом а здесь просто на ура раз раз и все красота все готово замечательно я очень довольна своими итогами своими продвижениями и так совпало что у меня и времечко было я прям посидела так хорошо повышевала очень старалась я спешила довести вот до этой линии такую себе цель ставила ну и в принципе я ее достигла у меня все получилось все сейчас будет такой этап перекрутки канвы ну и уже буду подходить завершающему этапу вот она схема вот то что мне осталось выше ну грубо так сказать сколько здесь наверное тысяч восемь крестиков но это я на вскидку да примерно тысяч восемь вот так все ну что девочки я отправляюсь вышивать также буду снимать отчеты фрагменты ну это будет уже скажем так второе видео на этом я хочу пожелать вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч всем пока пока и